В начале нынешнего года Несмотря на рекомендации, многие жители этой небогатой части города, к сожалению, попросту не могут себе позволить дополнительные траты на покупку такого датчика. Именно поэтому местное управо и решило взять на себя часть расходов и сделать жизнь своих жителей чуточку безопаснее. Датчики угарного газа, которые устанавливаются в те семьи, где маленькие дети и которые малообеспеченные семьи, которые сам не могут себе это позволять, районное управо уже устанавливает. Мы отправим в эти квартиры специалисты и там еще специалисты нашего социального отдела. Специалист смотрит на все газовые устройства в квартире, проверяет, что там нет какой-то опасности непосредственной. И устанавливает датчик угарного газа, который предубеждает в будущем, если что-то случится, и учит, как его использовать. Кроме того, что для малоимущих семей с детьми, которые пользуются газовыми бойлерами, управа заказала установку датчиков угарного газа, планируется также провести и целый комплекс работ, среди которых проверка систем вентиляции, газовых приборов, а также притока к ним воздуха. Дома, где люди пользуются газом, зачастую отнюдь не новые, поэтому нельзя исключать того, что во многих из них будут выявлены проблемы, решением которых управа займется совместно со своим отделом социального обеспечения. Сейчас в Эстонии меняется законодательство, через, наверное, несколько лет эти датчики вообще-то будут обязательны для всех, но я всем телезрителям тоже советую не ждать с этим, потому что это маленькое пластмассовое устройство может реально спасать жизнь и спасать жизнь ребенка. Датчики на сумму без малого в 5,5 тысяч евро, которые заказала управа Пыхья-Таллина, предназначены для установки именно в ванных комнатах, где и произошли прежде всего три несчастных случая начала этого года. Ну а тем, кому финансовое положение все-таки позволяет, управа и спасатели настоятельно рекомендуют обзавестись подобным простейшим, но весьма надежным средством защиты. Александр Сахаров, Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.